Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается интересного вопроса, связанного с возмещением работнику расходов, которые им осуществляются в связи с членством в саморегулируемой организации. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме Минфин рассмотрел вопрос, когда кадастровый инженер, соответственно, деятельность которого требует, чтобы он состоял в саморегулируемой организации, осуществляет расходы, связанные со взносами в это СРО, а также расходы, связанные со страхованием гражданской ответственности. И соответствующие расходы ему компенсирует организация, где он, видимо, работает. И, соответственно, возникает вопрос, вот это возмещение приводит ли оно к образованию облагаемого доходу у физического лица. И в данном случае Минфин приходит к следующим выводам. Применительно к взносам в связи с членством СРО, Минфин полагает, что соответствующие взносы осуществляются больше не в интересах самого вот этого кадастрового инженера, а в интересах организации, где он трудится. В связи с этим Минфин полагает, что облагаемого дохода у физического лица не возникает. Вместе с тем Минфин полагает, что в отношении страховых взносов и возмещения страховых взносов в данном случае доход возникает, и Минфин ссылается на положение главы 23 НКРФ о том, что уплата за физическое лицо страховых взносов за рядом исключений образует у физического лица облагаемый доход. Хотя, на мой взгляд, в данном случае Минфин все-таки нарушает логику своих рассуждений в отношении страховых взносов, поскольку наличие застрахованной гражданской ответственности также является обязательным условием для ведения профессиональной деятельности данного лица, являющегося кадастровым инженером, то здесь можно было бы проводить такую же логику, что такое страхование также осуществляется в интересах именно организации. Но в любом случае, как физическим лицам, так и организациям следует учитывать данное разъяснение в целях правильного определения своих налоговых обязательств и налоговых последствий. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.